На еженедельном аппаратном совещании в администрации ЗАТО Фокина обсудили сроки заключения и выполнения контрактов на выполнение работ по благоустройству территории. Далее подробно. В 2023 году в ЗАТО Фокина благоустройство территории продолжится через реализацию национальных и региональных проектов. В настоящее время, согласно требованиям 44-го федерального закона, заключаются контракты с подрядчиками на производство основных работ. Глава городского округа Александр Баранов держит на контроле процесс контрактации объектов по нацпроектам в сфере образования и культуры. По ЖКХ у нас размещено и по скверам и так далее. Следующий момент. Твой проект? Все, экскертизу поданы, все документы полностью. В рамках региональной программы инициативного бюджетирования «Твой проект» на территории ЗАТО будут установлены три объекта – детская площадка в городке Руднево, скейт-площадка в Дунае и рыбацкий сквер в поселке Путятин. Следующим вопросом совещания стала тема незаселенного жилья в городском округе. Руководителю жилищного отдела дано поручение предоставить информацию о наличии свободных жилых помещений. По состоянию до конца февраля, издатель распоряжения моего о ревизии. У нас работает сейчас РКЦ по проблеме автоматизированного учета незаселенки. Если есть подозрение, что оно не заселено, с выездом на место уточнить и срочно под распределение. Ровно 10 дней остается до главного праздника февраля – Дня защитника Отечества. В Фокино началась активная подготовка по проведению праздничных массовых мероприятий. 23 февраля в городском округе планируют отметить всенародно с достойной торжественностью и особой теплотой. Идет тема защитников отечества. Это перечисленные средства, поздравления защитников отечества, участников СОО, то есть все семьи, которые на территории участников СОО, не только мобилизованные, не надо зацикливаться, только мобилизованные. Военнослужащие, которые там проходят и так далее, это надо с командирами частей, те, которые проживают в нашей территории. Поздравления, ну, знаки внимания должны быть. Патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, должны быть широко освещены в средствах массовой информации и в социальных сетях, отметил Александр Баранов. Люди, стоявшие и стоящие на защите своей Родины, заслуживают особого внимания и уважения.